Это тоже загадка, блин, а вот если тебе, возвращаясь к беременной девке и Жоре Мормонтову, Жора сказал, что она беременна, а вот здесь, если тебе говорят, что это его ребенок, ну, ты пошел на кузнеца, посмотрел, может быть, он похож, он взрослый уже, а что ты в младенство увидишь? Черные волосы? Ну, это самое главное, потому что это доминантный ген, Багратионов. Они все черноволосые и всех детей, невзирая на, делают тоже черноволосыми. Я про то, что пришел, посмотрел, ну, и что? Как ты это определяешь? Анализы там не делают. А в средние века не нужны никакие анализы. Там посмотрел, черноволосые, дети черноволосые, а эти почему рыжие? Ага. Как раз это правильно для средних веков, это было абсолютно достаточное основание, чтобы не то, что заподозрить, а прямо обвинить в супружеской неверности и в измене государству. Это прямо вот спокойно. Потому, что вот секретная книжка, где запротоколированы все рождения за все время от и Ланнистеров, и Багратионов. Все дети черные поголовно. И вот посмотрите. Раз, два, три, пятнадцать проституток с детьми. Вот, пожалуйста, половина ржеволосых, потому что король таких любит. Посмотрите, все дети черноволосые. Так. А у нас какие ребятенки получились вдруг? Почему они все рыжие? Это совпадение? И Роберт с криками. Люблю я женщин рыжих. Натуральные и мессильные. Да.